Приветствую вас, как мне видится, ситуация в том, что мужчина вас, попросту говоря, не ценит. Вот, просто вас мужчина не ценит. То есть, он не дрожит вами, он очевидно не уважает вас, он очевидно не, ну, он очевидно как-то вот не боится, не боится, что, ну, не боится вас потерять. И так далее. То есть, вот, такая вот история мне видится здесь, исходя из того, что вы описываете. То есть, мужчина просто вами не дрожит, мужчина просто вас не ценит. И это вопрос больше, на самом деле, к вам. Это вопрос больше к вам, это вопрос больше к тому, как вот именно вы организовали свои отношения. То есть, вы себя так поставили, что человек с вами не считается, с одной стороны. А с другой стороны, вы отказываетесь принимать его. Вы отказываетесь принимать его, его позиции, его точку зрения, его отношения к вам. Я не говорю, что оно хорошее. Я не говорю, что оно правильно. Я не говорю, что так и нужно вести себя с вами, к примеру. Нет, я так не говорю, но это же ваш муж, вы выбрали его. Так, соответственно, как так вышло, что тот, с кем вы связали, условно говоря, свою жизнь, вас не устраивает. Есть ли у этого причины? Изначально искаженные представления друг о друге о вас, о каждом из вас. Либо искаженные представления только у вас. Я не знаю здесь. Потому что вы требуете от него, вы требуете от него чего-то. Но может ли он вам это дать? Он не хочет проводить время с вами, потому что ему не интересно проводить с вами время. Вы ему не интересны. А почему вы ему не интересны? Хороший вопрос. И ответ на этот вопрос есть у вас. Насколько вы о себе заботитесь. Насколько вы любите себя, к примеру. Насколько вы цените себя, к примеру. Насколько вы дорожите собой, к примеру. Вот это очень важно. Понимаете? Понимаете? Так что в том и вопрос. Что да, ваши отношения складываются совсем не так, как вам хотелось бы это. Это правда. Это верно. Но почему? Далее. Вы истерите и раздражаетесь. Истерика по общему правилу представляет из себя потребность в внимании. То есть вы не чувствуете себя значимой, вы не чувствуете себя важной, вы не чувствуете себя влияющей на что-нибудь. И я могу вас понять. Я могу понять вас. Я могу понять. Но делать то с этим что нужно? Пока вы просто ссоритесь и требуете от человека того, что он вам, вероятно, дать не может. То есть для начала нужно овладеть навыками бесконфликтного общения. Например, я-сообщение. Если вы изучите в интернете этот прием, я думаю, что вы узнаете кое-что для себя, что можно будет использовать как-то потом. Вот. Такая вот история. То есть да, человек не делает того, что он должен. Да, человек безответственный. Да, человек с вами не считается. Его ли это ответственность? Вопрос. Хочу вам задать. Ответственность ли человека? Нет. Нет. Это ваша ответственность. И вот как-то вы в этой всей ситуации оказались. Понимаете? Нужно делать анализ ваших отношений. Вот. И, значит, менять взаимодействие. Сейчас это напоминает отношения родитель-ребенок. Вот. Попеременно то с его, то с вашей стороны. А нужно, чтобы по принципу все-таки взрослый-взрослый было. Вот. Но для этого нужна необходима коррекция. Я бы предложил работу над самооценкой и уверенностью в себе и с тем, что вас задевает. Он говорит, что от вас бесит. То, что он, ну, молчит. Вот. Чистена. Вот. Так же я предлагаю вам самостоятельно решить психологическую игру скандал. Вот. Я предлагаю вам однокорно с ней почитать про нее. Вот. Я надеюсь, что вы для себя тоже найдете что-то в этом. Вот. И обращайтесь на психотерапию к любому специалисту, значит, для корректирования ваших отношений, для гармонизации вашего брака. Вот. Ну, это все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация ваша как можно лучшим образом будет разрешена. Ну, пока. Пока.